Хочу поделиться с вами историей, которая для меня стала очень серьезным уроком по жизни. Может быть кому-то она будет полезна и интересна, но в любом случае многие из вас задумаются. Хотя может быть кто-то и задумался о том, что стоит ли в этой жизни делать добро людям. И вообще чем это может обернуться. В общем, у меня есть квартира в Санкт-Петербурге. В новом доме, новая квартира, в новом районе. Естественно из-за того, что я то на проекте, то путешествую, в общем не пойми где, только не в Санкт-Петербурге. Естественно я ее сдаю. И я хотел сдать ее в хорошие руки. Изначально эту квартиру снимала девочка, моя знакомая, моя хорошая подруга. Все было прекрасно, все было потрясающе, но настал момент, когда она должна была съехать. И она съехала, я снова должен был искать жильца в свою квартиру. И я нашел одну женщину. В общем она заехала в квартиру на определенных условиях. За адекватную сумму денег, она согласилась ее снимать, подписала договор и должна была заплатить залог. Она выплатила в итоге залог в размере процентов 15 от той суммы, которую должна была заплатиться. Ославшись на то, что у нее сейчас очень тяжелый период, там проблемы с работой, там начальники не выплачивают. Ну в общем там много было всяких разных отговорок. Конечно же, как человек добрый, я пошел ей на встречу. И она обязалась выплатить залог в течение всего времени, пока она там живет. Ну как сможет, либо в ближайшее время. Я просто понимаю, что сейчас залог платят все абсолютно. Я снимал квартиру, платил залог и абсолютно все его платят. Это нормальная история у нас в России, поэтому вот так вот. Это нас предостерегает от каких-то дальнейших проблем. Если человек, допустим, кинет вас, у вас уже будет какой-то залог, который сможет покрыть вот этот вот... В общем, жила она на протяжении определенного времени и возникали разные ситуации, где она то просила перенести оплату, то какие-то у нее там были проблемы. В общем, мы эти проблемы помогали решать, там купили машинку стиральную, потому что старая вышла из строя. И в общем-то, собственно, помогали и всегда были на связи, несмотря на то, что она весьма так странно общалась периодически, как будто бы она постоянно психовала что ли или нервничала. В общем, срывалась, да? А вы знаете мой характер. Я тоже не люблю, когда со мной разговаривают плохо, поэтому как бы у нас с ней были какие-то определенные там терки. Но в целом, как бы я понимал, что мы друг другу нужны, мы друг другу оказываем услугу и мы должны общаться все-таки корректно в первую очередь. Спустя, наверное, месяца 4 или 3, может быть, да, она попросила снизить цену на квартиру. Либо она съедет срочно, потому что цена для нее слишком высока, она не может ее платить. Я находился в этом месте за границей и понимал, что сейчас у меня в Санкт-Петербурге заниматься квартирой некем. И, соответственно, искать резко вот нового человека в эту квартиру, ну, у меня нет вообще никаких вариантов кого-то там напрягать. Естественно, как бы я ей сделал скидку, снизил цену, пошел ей навстречу, потому что, ну, у человека тяжелый, опять же-таки, период жизни. Окей. И я человек добрый и стараюсь всегда людям идти навстречу. Вот. В итоге цена за квартиру стала меньше, значительно меньше. Окей, живем дальше. Проходит данное количество времени, она говорит, слушай, я не могу первого числа платить за квартиру, можешь, пожалуйста, перенести хотя бы на десятое? Конечно же, в очередной раз я по доброте своей душевной пошел человеку навстречу. И, конечно же, я разрешил ей перенести дату оплаты на десятое число. С первого там, ну, десять дней разница сильно не сыграла. Вот. Но, тем не менее, как бы я пошел человеку навстречу. И вот через время, буквально вот недавно, наступает момент оплаты квартиры. И что, вы думаете, происходит? За день до этого она пишет, что снова сломалась стиральная машинка. Я не готова за нее платить, у меня нет денег, давай плати сам. А в договоре прописано, что если, ну, кто-то ломается в квартире, то человек платит сам. Мы машинку эту купили три месяца или четыре месяца назад. Вот. Там приходил мастер, посмотрел, выставил прайс, там, уровень, там, пяти тысяч рублей, грубо говоря. Окей. В итоге я сказал, слушай, давай так, смотри, я тоже не должен платить. Хоть в договоре прописано, что ты должен оплатить. Давай сделаем, давай так, смотри, я тоже не должен платить. Хоть в договоре прописано, что ты должен оплатить. Давай сделаем так, пятьдесят на пятьдесят. Сумма вообще там, ну, как бы незначительная. Скинуться? Окей. Это же тебе надо, в первую очередь. Она в твоих руках сломалась. Может быть, ты что-то неправильно сделала. Я не быковал на человека, ничего плохого ей не наговорил. Просто предложил ей, как бы, выплатить пятьдесят на пятьдесят. Ну, так вот, буквально за несколько дней до оплаты квартиры она пишет, у меня там умерли, там, несколько, там, родственников разных, там. Я улетаю, все, там, я сваливаю с квартиры, вот. Я говорю, слушай, так ты, как бы, и залог не заплатила, мне сейчас, как бы, ну, получается, несу потери, ты пожила, там, на халяву. И я даже не могу залогом это никак покрыть. И мне сейчас нужно резко искать снова человека, который смог бы арендовать у меня квартиру. Вот, она говорит, мне ничего не волнует, мне вообще плевать, я по машинку очень тебе не собираюсь. И вообще, как бы, что-то начала на меня там голос повышать. Ну, в общем, я на нее наорал, сказал, давай, собирай свои манатки и проваливай на хрен отсюда, чтобы вот через час приедет человек за ключами, чтобы тебя в этой квартире больше не видел. Ну, как, я столько раз человек ушел на встречу, она на меня психует, ругается, повышает голову. Причем я в первые дни, когда я узнал, что у нее там случилось какое-то якобы там горе, якобы, потому что я не уверен, что она на меня психует, ругается, повышает голову. Вот, причем я в первые дни, когда я узнал, что у нее там случилось какое-то якобы там горе, якобы, потому что я не уверен, что это так даже на самом деле, я не трогал ее. Я отдал время человеку остыть, успокоиться и с ней поговорил очень адекватно. После чего она на меня начала срываться, на меня, на человек, которому я много раз помогал, человек для нее чужой, по факту, но человек, который не раз ей помог в этой жизни. Безусловно, как бы я не потерплю, какая бы у человека ситуация не была, чтобы он на меня кричал, и тем более как-то хамски со мной общался. Естественно, как бы я сказал, все, выметайся, как бы я тебе помогаю, ты на меня орешь. Что за приколы вообще? Ты нас кинула на деньги и ведешь себя максимально вообще отвратительно. Через минут 15 где-то паузы, она мне пишет, типа, вот там, извини, там, давай этот, точнее, даже извини, она не писала. Слушай, Жень, можно, пожалуйста, я у тебя останусь там, 8 дней поживу. Я оплачу эти 8 дней тебе. Я оплачу стиральную машину, завтра же приедет мастер и сделает. То есть, я перешлю тебе деньги 21-го числа, там, спустя, грубо говоря, 20 дней, да, за вот эти 8 дней, которые я поживу. Я ей посчитал, там, сумма небольшая, там, в районе, там, 6 тысяч рублей, да. Ну, вот, я тебе перешлю эти деньги и все нормально. Я понимаю, что, как бы, да, у нас сейчас случился конфликт, она со мной очень хамски поговорила, я ее выставил за дверь. Но я понимаю, что, наверное, у человека все-таки тяжелая ситуация. Но я понимаю, что, наверное, у человека все-таки тяжелая ситуация. И снова пошел на встречу, говорю, ладно, окей, давай, я тебе верю, хорошо, давай. А, оставайся, починишь машинку и переведешь деньги 21-го числа за вот эти вот 8 дней, которые ты поживешь. В очередной раз сделать человеку доброе дело. И как вы думаете, что произошло дальше? Наступило 8-го число, когда она съехала с этой квартиры, не сообщив мне ничего. Информации по ремонту машинки, естественно, тоже не слышал. И я понял, что я был, в принципе, к этому готов, что человек снова меня кинул в очередной раз. Вы, наверное, подумаете, что я какой-то лох, но я просто, знаете, всю свою жизнь пытался найти людей хорошее, пытался давать им второй шанс, не знаю, шанс исправиться. Потому что, видите, когда человек делает какие-то плохие вещи, его по-любому Бог накажет. Блядь, все мы под ним ходим. И все равно карма, не знаю, кто там может верить в карму, в Бога, в судьбу, во вселенную. Да не важно. Все, что ты делаешь в этом мире, плохое либо хорошее, оно к тебе возвращается. Вот с удвоенной силой. И поэтому я каждый раз людям делаю добрые дела, даю какой-то второй шанс. А уже в их руках, как они поступят. И вот она присылает сообщение, но не мне присылает сообщение, а другому человеку. Это мамина подруга, которая живет в Санкт-Петербурге. Она помогала заехать в эту квартиру, оформить там документы. Она как бы работает риэлтором, но переболела очень тяжелой болезнью. И сейчас она там еле ходит вообще. Но тем не менее, как бы она написала вот этой вот девушке, риэлтору, сообщение. Типа, вот, я, типа, Жене ничего платить не собираюсь. За эти 8 дней я тоже не считаю нужным платить. Коммунальное за это время я тоже платить не собираюсь. Стериальную машину я чинить тоже не считаю нужным. Так как я не виновата, что она сломалась. Передайте это Жене, как бы все. То есть она даже не мне это написала. Сколько раз я пошел на встречу. Она настолько подло себя повела, что она даже не удосужилась просто написать все это мне лично. Настолько, как бы, я не знаю, как это называется, крысиный, да, наверное, поступок. И я вот сижу и думаю, какова мораль всей басни. Стоит ли людям делать добро? Стоит ли идти на встречу, помогать? Ведь столько раз в жизни в моей случались подобные ситуации. И ничему меня жизнь не научила. Ничему. И каждый раз. И сразу в раз. Добрый Женечка Ромашов снова кому-то помогает. И снова его кидают. Я не считаю, что я лох. Я считаю, что я излишне, наверное, добрый человек. И я очень сильно разочаровываюсь, когда в этом мире доброта приносит так много зла. Отсюда, друзья, мой вопрос. Вот, выслушав эту историю, подумайте, стоит ли людям делать добро? Я считаю, что для меня это стало серьезным уроком. Теперь я буду более профессиональной относиться к каким-то своим делам. И, наверное, все-таки буду делать добро только тем людям, кого я хорошо знаю, кого я близко знаю. Хотя, знаете, у меня чуйка по поводу этой женщины. Она как бы присутствовала, что она нехороший человек. Но, блин, я каждый раз, я сразу в раз не слушаю свою чуйку. А почему-то делаю всегда наоборот. И каждый раз я обещаю себе, блин, надо слушать свою чуйку. А все равно потом делаю наоборот. Ну, надеюсь, через время хотя бы хоть когда-нибудь я пойму, что все-таки свою интуицию слушать нужно. И делать добро только тем людям, кто это заслуживает.